Школа деловых технологий представляет Прежде чем мы приступим к обсуждению коммуникативных техник человека, я хочу предложить рассмотреть вообще всю информацию, которая исходит от человека как существа. И здесь есть три основных базовых блока. Блок первый. Как человек выглядит. То есть его внешний вид, во что он одет, прическа, цвет глаз и так далее. По этому блоку информации можно сделать вывод, впечатление о принадлежности к расе, народу, возрасту, профессии, социальному статусу. Второй блок информации, более интересный и более тонкий, он называется мета-сообщение. Это такое невербальное сообщение, которое человек генерирует помимо своей сознательной воли. То есть как он держится при разговоре. Высокомерно, невысокомерно. Как он разговаривает? Подробно, неподробно. Мета-сообщение показывает отношение человека к окружающему миру и к людям на подсознательном уровне. Третий блок, он в общем-то общеизвестен и понятен всем. Это то, как человек говорит. Заикается, не заикается. Есть ли дефекты речи? Грамотно ли речь? Как он пишет? Вообще способен ли он писать тексты? Причем есть очень многие люди, занимающие достаточно, кстати, высокие посты, которые сами никогда в жизни ни одного письма не написали. И в силу корпоративной этики различных бюрократических структур они это все поручали низшим. Даже в мыслях не возникает необходимости уметь генерировать устный или письменный текст. Кроме написания писем для документа оборота, кроме устных способностей, связанных с публичными выступлениями, с ведениями переговоров, с ведениями дискуссий, диспутов, обсуждений в официальных учреждениях, в банях, в ресторанах, в кафе, в последнее время очень важным стало умение делать презентации. Презентации как в электронных инструментах, как, например, PowerPoint, Adobe Flash, точно так же и проведение этих презентаций перед большими аудиториями, когда речь идет о монологе, о том, чтобы представить товар или социальную услугу лицом и удержать внимание на протяжении всего времени презентации. Помимо вот этих вот навыков, коммуникативные техники включают в себя общую визуализацию, то есть такой строй речи человека, который позволяет в сознании слушателей рисовать картины. Люди, умеющие визуализировать свои мысли, являются, наверное, самыми квалифицированными спикерами в природе. Вот обо всех, об этих аспектах коммуникативных техник человека, которые позволяют любому деловому человеку достичь значимых высот в бизнесе, в личной жизни, в воспитании детей, мы посвятим основное время нашего тренинга под названием «Коммуникативные техники человека». Стоимость тренинга 500 рублей. Коммуникативные техники,